Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем объемное сердце в программе Photoshop. Вот у меня открыта программа Photoshop. Я создам новый файл. Возьмем ширину 500 пикселей, высоту 500 пикселей и разрешение 72 пикселей на длину. Цветовой режим цветной на прозрачном фоне. Итак, создали. Для того, чтобы сделать объемную фигуру, нам нужно воспользоваться инструментом фигуры. Вот я выбираю фигуры и сегодня я возьму сердечко. Вот у меня есть сердечко. Вот я его нарисовала. Можно выровнять по центру. Теперь я хочу, чтобы мое сердечко было не однотонным, как здесь вот у нас, а с градиентом. Для этого я создаю еще один документ. Тоже 500 на 500 пикселей. Точно такой же. И залью его радиальным градиентом. Для этого я беру инструмент градиент. Выбираю цвета, которые мне нужны. Ну вот у меня уже есть. Такой розовенький и довольно красный. Я выбираю его. Выбираю именно радиальный градиент. И вот где-то вот тут у нас будет начинаться. И сюда заканчиваться. Видите, вот такой вот, не по центру, яркий красочный градиент. Этот градиент мы должны сохранить в формате JPEG. Для этого мы заходим в файл. Сохранить как. Выбираем здесь расширение. И сохраняем его, например, к примеру, поднимем один. Сейчас он нам больше не нужен. Мы его просто закрываем. И возвращаемся к нашему сердечку. Для того, чтобы сделать его объемным, нам нужно зайти в окно 3D панель. И здесь мы выбираем 3D объект чеканки. Создаем. Нам предлагают растрировать фигуру. Мы соглашаемся. И вот у нас появляется вот такая панель чеканка. Чтобы нам было видно немножечко подвину наше сердечко. В данном случае я хочу выбрать вот эту фигуру на доте. Вы можете посмотреть вот тут бегуночком какие тут есть еще фигуры, поэкспериментировать. Но я сейчас не буду на этом останавливаться. Если зажать левой клавишей мышки и подвигать фигуру, вот видите, что у нас что мы видим. Вот такое неказистое сердце, которое мы сейчас будем исправлять. Значит, посмотрим. Вот у нас есть экструзии. Экструзия это именно вот эта серая часть, что у нас видно. нам она не нужна такая большая, поэтому здесь я поставлю ноль. Масштаб оставляю тот же. Здесь все без изменений. Выпуклость я хочу сделать и спереди, и сзади. Вот вы видите у нас, что получилось. И спереди, и сзади. Угол 90 градусов я тоже оставлю. А вот интенсивность я возьму ноль поставлю. Видите, наше сердечко приобрело такой очень даже неплохой вид. Можно немножечко интенсивность изменить. Сделать побольше, поменьше, но как бы остановимся, наверное, на этом. Скос тоже можно сделать спереди и сзади. чтобы оно было более красиво. Ну и вот вы видите, вот у нас экструзия все-таки осталась, кусочек, но это мы потом исправим. Здесь еще что можно посмотреть. Можно параметры сцены по умолчанию одни у нас настройки. Можно посмотреть ее слева, сверху, например, сзади. То есть это все можно посмотреть либо переходя меняя вот здесь вот параметры, либо просто повертеть, зажав левую кнопку мыши. Мне этот способ больше нравится, поэтому я остановлюсь здесь. Чтобы вернуться в начальное положение, нам нужно нажать вот эту кнопочку. Вот, видите, мы вернулись в начальное положение. вы потом можете посмотреть все эти параметры, попробовать их, поэкспериментировать, посмотреть, какие могут быть результаты. Так, нажимаю клавишу ОК. С этим мы разобрались. Теперь у нас появляется в 3D-сцене вот такое вот окошечко. нам сейчас нужно поменять материал нашего сердечка. Вот мы смотрим материал передней выпуклости. Нажимаем на него, открываем вот эту папку и выбираем загрузить текстуры. Вот наша текстура, которую мы с вами сделали. Мы ее выбираем и открываем. И вот вы видите переднюю часть нашего сердечка окрасилась в нашу текстуру. Вот сейчас мы можем его подвигать. Видите у нас обратная сторона осталась ярко-красной, а на эту мы наложили вот такой наш градиент. Дальше материал переднего скоса мы не трогаем. Материал экструзии мы тоже должны чтобы убрать вот ту полосочку которая нам видна была. Делаем то же самое. Заходим вот в эту папку загрузить текстуру и загружаем эту же текстуру. Она уже существует, но это нам не помешает. и теперь меняем материал задней выпуклости. Делаем то же самое. Теперь если я поверну вот вы видите у нас как сердечко окрасилось. Одна часть немножечко розовее, другая чуть бледнее. Вот наше сердце вот такое оно и будет. Теперь нам нужно выставить его ориентацию. Вот у нас есть панель. Ставим везде нолики, чтобы удобнее было работать. И приступим к анимации нашего сердечка. Заходим в окно анимация. У нас появилось окно анимации. Мы нажимаем на вот этот треугольничек и в выпавшем меню ищем параметры документа. Здесь мы оставим 15 кадров в секунду, поскольку у нас будет гиф анимация. И давайте поставим здесь 2 секунды. По умолчанию у нас получается 10, но мы оставим 2. Вот наша фигура. Теперь мы должны ее открыть. Вот этот треугольничек нажимаем. И будем работать с положением 3D объекта. Нажимаем на вот эти часики у нас появился первый ключевой кадр. Я хочу, чтобы наше сердечко просто вращалось вокруг окси Z. Поэтому параметры X и Y я оставляю без изменения. А вот параметр Z мы поменяем на 360 градусов. Для этого мы должны сделать сначала другой ключевой кадр мы берем вот этот движок перетаскиваем его в конец нашего файла и выставляем вот здесь 360 обязательно клавишу Enter и давайте посмотрим что у нас получилось. Вот наше сердечко двигается оно описывает как бы вот такой вот круг. в принципе можно так и оставить. Но мы можем немножечко его выровнять. Правда оно не будет совсем по центру выровняно но тем не менее попытаться можно чтобы оно не такой круг большой делало. В общем давайте немножечко попытаемся его выровнять. Я сейчас закрываю 3D панель она нам больше не нужна. Теперь в окне анимации мы должны опять-таки нажать на вот этот треугольничек и создать слои из кадров. Вот они у нас создаются. Вот видите сколько слоев получилось. Теперь мы должны зайти в слои и вот эта фигура которая внизу она нам уже больше не нужна. Мы ее просто удаляем. Теперь мне бы хотелось выровнять сердечко для этого заходим в выделение все слои. Вот у нас выделились все слои нашей анимации. Теперь заходим в слои выровнять центры по вертикали и то же самое по горизонтали. Вот у нас слои немножко выровнялись. теперь нам нужно снова зайти в треугольничек и выбрать создать кадры из слоев. Ну и давайте теперь посмотрим что у нас получилось. Вот у нас сердечко более ровно так двигается. это все что мы можем с ним сделать. Теперь нам нужно немножечко уменьшить наше изображение чтобы оно имело меньший размер. Для этого мы заходим в изображение тренинг тренинг и нажимаем окей. Вот наше сердечко. Теперь давайте проверим как оно будет у нас работать. Ничего лишнего не обрезалось. нет все нормально все хорошо. И теперь сохраняем его как GIF объект. Файл сохранить для вебоустройств сохраняем. Вот теперь можно посмотреть что оно из себя представляет. Вот мой файл. Вот наше сердечко вот так двигается. на этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.